Здравствуйте дорогие подписчики и зрители канала Ярпруд В этом видео я хотел бы поговорить об итогах сезона Что и кто вырос в моем пруду в этом году Как вы видите на этих кадрах, в моем пруду зацвели кувшинки, посаженные мной в прошлом сезоне Я не перестаю агитировать за то, чтобы если вы выкопали пруд, вы обязательно посадили у себя эту красоту Это неприхотливые, красиво цветущие все лето растения У меня они в этом году цвели с конца июня по начало октября На других каналах я слышал о том, что карпы, живущие в пруду, не дают кувшинкам расти, объедают их постоянно Но видимо это все зависит от плотности посадки Вот у меня в пруду на три сотки пруда всего посажено порядка 100-120 карпов кои Они еще не достигли крупных размеров и видимо им хватает другой еды в водоеме, поэтому кувшинки они у меня пока не трогают Ну и конечно же главным результатом прошедшего сезона стали перезимовавшие и сильно подросшие карпы кои Вы не представляете, какое это непередаваемое ощущение, когда сидя у воды ты смотришь, как мимо тебя проплывает здоровенная разноцветная рыбина Соседи, которые поначалу скептически относились к моей затее, тоже загорелись идеей посадить себе пару таких красивых рыбин Напомню вам, что всего два года назад я сажал их в пруд, когда они были размером всего 9-12 см И вот за пару сезонов, за пару коротких летних сезонов в средней полосе России, они у нас не очень жаркие, они умудрились вымахать до таких солидных размеров А на этих кадрах видно, как карпы кои поедают траву, попавшую в воду после окашивания берегов пруда К слову, в этом сезоне, помимо кукурузы, я подкармливал их рыбьим комбикормом Но так как на даче я бываю 1-2 раза в неделю, то для полноценного кормления уже пора устанавливать автоматическую кормушку Вообще, очень интересно наблюдать, как на практике подтверждается утверждение рыбаков о том, что у рыбы наблюдается утренний и вечерний клев Вся эта трава спокойно плавала весь день и ни один карп к ней не притрагивался Но с наступлением вечера, где-то после 5 часов, карп начал активно выплывать на поверхность и подъедать траву Длилось это где-то минут 30-час Затем клев прекратился так же внезапно, как и начался Я обратил внимание, что подросшему карпу стало не хватать естественной кормовой базы водоема Даже несмотря на мои подкормки Так как я стал свидетелем того, что днем крупные рыбины подплывают к берегу и начинают объедать растительность, висающую в воду Благо берега своего пруда я засадил клевером А клевер, как известно, это прекрасное кормовое растение Кроме того, если берег своего пруда вы засадите белым клевером, его еще и не придется так часто косить Так как белый клевер это низкорослое растение Ну и конечно же мне, как и вам, было интересно, насколько подросли мои карпы кои за два года Поэтому в течение лета я предпринимал много попыток выловить пару карпов, чтобы рассмотреть их поближе и сделать соответствующие замеры Но это оказалось не такой уж и простой затеей Как говорится, без труда не выловишь и карпа кои из пруда Множество моих попыток выловить с помощью паука и бредня не увенчались успехом И поэтому в конце сезона я попробовал свое счастье при помощи верши Или как в некоторых регионах, это орудие называют морда А поначалу я стал свидетелем очень интересной и смешной картины Как карпы кои, видя у себя на пути незнакомый предмет, перепрыгивали вершу по воздуху Но все-таки через месяц мне удалось поймать пару красавцев Ими оказались большой черно-белый карп с красным петлем на голове И один золотистый карп бабочка Или как еще называют вайловый карп К слову сказать, японцы не считают вайловых карпов настоящими карпами Так как считают, что корейцы их вывели от скрещивания золотых рыбок с карпами Поэтому я считал, что вайловые карпы по размеру должны быть меньше обыкновенных карпов Так как золотые рыбки по своему размеру значительно уступают карпам Но, как показала практика, вуалевый карп в моем пруду за два года вырос на 2 см больше, чем обычный карп То есть длина вуалевого карпа составила 28 см А длина обыкновенного карпа составила 26 см К слову сказать, половозрелости карпы достигают при длине тела в 30 см Так что, возможно, следующей весной я уже смогу наблюдать в своем пруду первый нерест карпов кой Если, как говорится, зимовка пройдет хорошо То, возможно, в следующем году я выложу вам видео с нерестом карпов кой Однако, тут может возникнуть проблема, как выловить лишнее поголовье карпов Так как при увеличении плотности карпов в пруду могут возникнуть проблемы с зимовкой И могут начаться заморы Как показала практика, верши это не очень эффективное орудие для лова карпа Так как карп боится новых предметов на дне Видимо, это связано с тем, что в природе карп предпочитает открытые участки водоема Без растительности и прочих препятствий Поэтому он так плохо реагирует на странные, необычные предметы Поэтому, если вы планируете ловить на верши То знайте, что карп вряд ли станет объектом вашей рыбалки Так как он очень плохо реагирует на наличие посторонних предметов Что нельзя сказать про линя Как вы помните, в предыдущих видео я рассказывал о том Что в свой пруд для того, чтобы карпы могли лечиться об слизь линя Я посадил пару рыбин И вот как раз линь-то очень охотно ловился на верши То есть буквально через полчаса, как я забросил вершу В ней уже сидел линь При следующем забросе в нем сидел второй линь И таким образом за час я выловил обоих линей из пруда Хотя, напомню, у меня там всего два линя на здоровенный пруд в три сотки И за час они оба попались в вершу Что на мой взгляд говорит о том, что линь в природе предпочитает Сильно заросшие участки водоема Сильно заросшие водной растительностью и водорослями Поэтому он как бы ищет укрытия А так как в моем пруду укрытий практически нет Потому что он только что вырод И там еще не сформировалась растительность Поэтому линь охотно пытается спрятаться в верши Кроме того, я наблюдал то, как линь прячется в зарослях кувшинки То есть он стоит под листьями кувшинки Как бы в теньке, прячась от солнышка Так что если вы собрались ловить линя То очень вам рекомендую делать это с помощью верш Так как линь практически сам в них запрыгивает Замеры же показали, что линь растет гораздо медленнее карпа И за полтора сезона он вырос всего лишь сантиметров на пять Но несмотря на свой медленный рост Линь славится вкусным мясом А также он гораздо лучше зимует, нежели карп Поэтому он сможет стать прекрасным объектом для прудоводства Альтернативой карасю Так что попробуйте в свой пруд запустить вместо карася линя Возможно вам линь понравится гораздо больше Не обошлось у меня и без неудачных экспериментов Многие в комментариях просили выложить видео про запуск раков Так вот, раки у меня, к сожалению, не перезимовали В течение лета я ни одного рака не поймал ни в бреде, ни в вершу И вообще не видел ни одного рака в пруду, ни их следов Так что, скорее всего, что это связано с низким качеством посадочного материала Потому что своих раков я купил случайно в супермаркете Увидел, продаются живые раки Вот купил, решил запустить Но, как видите, они уже полудохлые То есть сидят, никуда особенно не торопятся Либо это может быть связано с тем, что раки выращены были в УЗВ В УЗВ иногда выращивают тепловодных раков Которые, соответственно, у нас не зимуют Но зато они быстро набирают массу Поэтому их выращивают в УЗВ Но в следующем году я постараюсь запустить раков Уже купленных у специальных разводчиков раков Также в этом году у меня отнерестились цветные караси На кадрах видно, как самка цветного карася откладывает икру на растения А самец кометы оплодотворяет ее И очень интересно, что же получится в результате такого скрещивания Ведь кометы выведены также из карасей В природе встречается в некоторых прудах Популяция карася состоит исключительно из самок И когда они откладывают икру Ее оплодотворяют другие виды карповых рыб Но из получившейся икры выживают только самки И таким образом вся популяция пруда состоит из самок карасей Поэтому очень интересно, что же в дальнейшем получится из такой икры Оплодотворенной кометами На этом кадре видно икринку, которая прикрепилась к листу водоросли Со временем из нее вылупляется личинка Которая активно растет и превращается в маленького малька Малек изначально не имеет никакой окраски И окрашивается лишь по истечении нескольких недель Если вы хотите посмотреть, что же в результате скрещивания карася с кометой получилось То подписывайтесь на мой канал И в следующих видео я выложу результат такого скрещивания Эти кадры были сняты в ПВХ бассейне Потому что это происходило зимой Весной же я пересадил эту рыбу в натуральный водоем Маленький прудик, где-то 4х4 метра И там они вновь нерестились и тоже появились мальки Также к новому сезону я приобрел камеру с 60-ти кратным оптическим зумом И теперь можно будет рассмотреть все в малейших подробностях Каждую чешуйку Так что подписывайтесь и скоро будет много нового интересного Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!